Девушки отдыхают Венеция 2022. Наряды Шаломе, Денёв в Красном, Звёздные премьеры и Победители с Ольвами. Наш материал о Венецианском кинофестивале. В прокате тем временем фильм из Каннского конкурса этого года. Брата и сестру на детали разбирает наш критик Карцев. Гонщик, артист, мотоциклист Михаил Крэмор прокатил Закадрово. Миша, какой твой самый нелюбимый вид транспорта? Это скейтборд. Да, я потому что на нём не умею кататься абсолютно. Юлия Пересильд и её дочь Анка в гостях у Фёдора Бондарчука. Один раз меня на съёмочную площадку привезли, знаете, как в фильме про войну. В такой шапочке у неё шрам во весь лоб, потому что она вбежала в угол дома. После этого едет ребёнок вот с такой вот шапкой, вот в этой вот, и с чупа-чупсом, довольный, счастливый, всё хорошо, всё зашили. После этого как-то Анка, 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 хулиганка. На 44-м московском кинофестивале прошла премьера фильма «Тибра» с 13-летней Анной Пересильд в главной роли. А сегодня Аня, она же Анка, и её грандиозная мама, актриса Юлия Пересильд у меня в гостях. Здесь, в студии программы «Кино в деталях». У Юлия дети сразу очень артистичные, и они сразу сказали, да, мы хотим быть акрёрами. Сейчас, не завтра, не послезавтра, а сейчас. Вот им такую возможность дали, но, конечно, всё это невероятно волнительно для родителей. Но они растут быстро и стремительно развиваются, и такая про них, знает, индустрия наша. Отмечает и выделяет, что о новом этапе мы поговорим сегодня. И к жизни. Ну, давайте скажу так. Дорогие Юлия. Анна, здрасте. Здрасте. Ань, Анна буду называть тебя или Анка? Анка. Анкой? Да. Давай, потом спрошу, когда появилась Анка. Юль, ну, вы понимаете, что вы мама действующих актрис двух? Да. Уже всё. Ну, я, честно говоря, этому очень рада. То есть, это не то, чтобы я когда-то этого не хотела, например. Но всё равно я понимаю, что путь актёрский и хлеб актёрский чрезвычайно непростой и, как сказать, непоследовательный. Поэтому посмотрим. Хорошо. Анка, скажи мне, ты помнишь вообще, когда ты первый раз маме сказала или вообще в семье сказала или сама себе в зеркало сказала? Блин, это моё. Ну, я... Мне ужасно это нравится. Я хочу посвятить этому жизнь. Ну, мама вот меня постоянно таскала по съёмкам и, в принципе... Таскала. Ну, как бы не в плане того, что мне самой хотелось, но из-за того, что я постоянно находилась в этой сфере, мне как-то это так понравилось. Хорошо, Анка, подожди. А первую свою съёмку ты помнишь? Первую съёмочную площадку. Да. У Сергея Макритского в фильме «Черновик», но, к сожалению, у меня там была... Точно? Да. Но не вошли сцены со мной. Когда ты на площадке «Черновика» появилась, ты видела уже «Севастополь, мама» или ты маленькая ещё была? Нет, я видела уже «Севастополь», я смотрела его, как он вышел на премьере, я сразу так и смотрела. Ну, просто ты тогда ещё маленькая была. Ну, из того, что была на съёмках, я как-то могу сказать, что мне даже не было страшно смотреть всех этих взрывов. Итак, Макритский, первая площадка. И что это вот в воспоминаниях? Я помню собаку маленькую, которая там была. Честно, это было так давно, что я так всё конкретно не помню, но помню, что было очень холодно. Юль, а вы привели к Макритскому или Макритский увидел Аню и сказал, ну-ка мне, давай. Ну, поскольку на битве за Севастополь у нас были отъезды, из-за этого одному ребёнку было 4 года, другому 4 месяца, и они всё время были на съёмочной площадке, поэтому уже Серёжа знал Аню. И Аня, между прочим, была тем человеком, когда меня закапывали. Вот там в битве за Севастополь есть такой кадр, где меня по-настоящему закапывали. Его прекрасно, я имею в виду, вот это чёрное-чёрное. Да, и дело в том, что Аня сидела на коленях у Серёжи в этот момент, около плейбэка. И первый вопрос он к Ане адресовал. Он тогда спросил, Ань, как думаешь, нужен ещё дубль? В этот момент стала такая грязная мама, и она сказала, мне кажется, да. Юра! Слышишь меня? Юра, миши! Миши! Селёжа! Но Серёжа, я помню, что он тогда как-то, ну, вот как это сказать, ну, актёрские дети, они действительно где-то рядом, поэтому проще договориться, проще дольше снимать, проще, потому что они не капризничают и не просят ничего особенного, потому что знаешь, что это, в общем, тяжело, трудно и надо терпеть. Поэтому начиналось-то всё с этого, на самом деле, с такой, просто удобно. Так вот удобно. Так и есть. Что чувствовала, когда видела вот в монитор, в плейбэк, мама лежит, маму закапывают в землю, это надо всё прожить, пережить? Не знаю, как-то я больше думала, наверное, даже вот о картинке, потому что я там посмотрела, думаю, так, ну, по-другому что-то надо, поэтому я и сказала, что нужен ещё один дубль. Но, конечно, переживала, потому что там все эти трубочки, которые засовывали в рот, чтобы отдышать можно было, ну, да, это, безусловно, было страшно, но как-то я была внеуверена, поэтому попросила ещё один дубль. Юль, а вы свои картины на премьерах смотрите? И потом смотрите? Я тяжело смотрю на премьерах, особенно, когда ты первый раз смотришь картину в полном зале, при том, что я это очень люблю, но обычно мне нужен какой-то рядом человек, которому, чья рука будет отдана мне в жертву, потому что я... А вот на детей как бы... Ужас. Вот это с вопросом. Потому что, ну, как будто бы ты про себя-то всё знаешь и всё равно недоволен. И одно дело, когда ты недоволен собой, ты как-то себе это можешь честно сказать и как-то потом как будто что-то изменить. Мы так или иначе уже привыкшие к тумакам, к каким-то критическим статьям, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, а, конечно, когда ты смотришь работу ребёнка своего, тебе очень важно, чтобы это было более чем просто хорошо. Потому что какие-то такие счёты, иногда я пытаюсь тоже, мы с папой, с Лёшей, вот это ужасно, потому что мы на самом деле тяжёлые родители. Мы вообще были те люди, которые говорили, не надо сниматься, рано, рано. Почему рано? Потому что нам страшно, нам страшно, ответственность очень большая. Но это такая ответственность, на самом деле, нами придуманная. Почему? Потому что есть какое-то такое чувство, что если она выросла в кинематографической семье, значит, она должна сразу встать в кадр и всё сделать. Но это же тоже неправда. Ну, как бы, это вот какая-то такая придуманная штука. Но ответственность у родителей... Я тяжело смотрела премьеру, и мне прям... Я думаю, господи, 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 вот она, это, наверное, точно, вот это она не сыграет. Анка, как ты с мамой премьеру смотрела? И вообще, как ты смотришь себя, как ты... И смотришь ли себя на экране? Ну, я так смотрю, как всё-таки я себя очень... Со стороны, наверное, ну, очень, как это сказать... Не смотрю это типа с восхищением и с уверенностью, что всё будет хорошо. Я очень смотрю серьёзно, и мне очень интересно пронаблюдать каждую-каждую сцену. И пока это был мой такой первый прям большой показ, ну, конечно, волновалась. А мамины мнения важны? Да, и мамины, и папины. Они вдвоём на этой лодке. Ни водолазов, никого. Река Свери, это судоходная река, я представляю, что там за глубина. Ночь. И вот они вот так плывут в центр Свери, я вот так стою. В мокрой одежде. Все холодно, жутко. Они взять с собой туда ничего не могут, не утепляй ничего. Сорок минут. Мы снова в студии программы «Кино в деталях». У меня в гостях Юля Пересильд и её дочь Анна. Юля и Анна, давайте вернёмся к фильму. «Тибра». Премьера была на Московском международном кинофестивале. Но вот о чём хотел спросить. Там режиссёр, дебютант. Как попал сценарий? К кому попал сценарий первый в руки? Сценарий попал в руки к моему агенту. Предложили Ане роль из пяти дней. Совершенно другую, не ту, которую она в результате сыграла. И я была не против и даже была рада. Ну, как бы пять дней нормально. У нас лето впереди. Плюс у меня это совпало с моей подготовкой к космосу. Да-да-да, об этом мы тоже поговорим. Да, это отдельное психологическое состояние в семье в этот момент. Ну, пять дней, ладейное поле, Карелия, очень далеко. Ну, пять дней, ладно. Вдруг Аня пришла как раз на пробы к Ане Гороян. Да, давайте скажем, к нашему режиссёру, дебютанту. Я читаю сценарий, эту роль думаю, ну, она её сделает. Это близко к ней, к её природе. Всё хорошо, волноваться не стоит. Заканчиваются пробы. Мне звонит мой директор и говорит, что всё, они передумали. Аню хотят на главную роль. Я говорю, нет. Ого, понял. Почему, почему? Потому что нет, потому что там какая-то девочка, ну, это такое немножко а-ля чучело, девочка, которая стесняется своей внешности, у которой огромное количество опыта. Вы не говорили Ане, что поступило такое предложение? Да, нет, не говорила сначала, нет. Я, честно говоря, думаю, ну, это глупость, потому что она, во-первых, это не сыграет, это тяжело, это ещё не тот. Мы посовещались с папой, он тоже прочёл сценарий, сказал, нет, ни в коем случае, нет. И даже это ей не говори, она расстроится. Сложная, сложная драма. Очень сложная роль. И она ещё такая драматичная. Я просто, мы никогда её не видели в таком... Ещё девочка-альбинос, да? Конечно. Но давайте это не спойлер же. Да, девочка-альбинос. И самое главное, что она такая закомплексованная девочка, полная противоположность вообще-то в жизни Ане. Мы совещались долго, потом в результате они настояли. Аня Горояна, режиссёр этого фильма, убедила всех продюсеров, со мной провела целую работу, с папой, со всеми нами, что она должна сниматься в этом кино. И до, честно скажу, до момента, когда я посмотрела этот фильм, я была уверена, что мы совершили ошибку. Шуров добрый! Он меня по имени называет и не издевается надо мной! Он говорит, что я особенная. А ты у нас и вправду особенная. Нормальная бы была, знала, что нельзя к этому ублюдку подходить, который не весь что сделал с Катькой Зайцевской. Зато он меня любит. Что? Чего? Любит? Это что за хрень? Это как он тебя любит, а? Да это вообще не ваше дело! Анка, расскажи, как мама приезжала на съёмки? Ну, мама приезжала два раза. Это она меня привезла туда, как бы устроила меня, дала какие-то советы. Благословила. Это была ночная смена сложная. А второй раз она приезжала как раз, когда мы целый день снимали в воде, и было плюс 16. И могу сказать, что она идеально, конечно, подобрала время, чтобы приехать ей на съёмки. Сложная сцена была? Да, она не то, что была по игре сложная, она была сложная в плане, было очень холодно. По условиям? Да, условия очень были сложные, но все меня согрели, и всё было нормально. А расскажи мне, Анка, про условия. А у тебя райдер есть? Что это? Это ещё не рассказывай. Фёдор Сергеевич, не рассказывайте. Нет, райдера у меня нет. Сколько у тебя съёмочных дней-то было? 19 или 20. И что это, подряд было? Да, они были подряд. И были по 8 часов, да? По 12. А, 12, значит. Ну, на всякий случай, может, это не надо говорить, потому что это просто только дети из киносемей могут сниматься по 12 часов. Обычные дети должны меньше сниматься. Но я теперь расскажу со стороны мамы. Я человек, который обожает съёмочные группы. Я всегда, как это сказать, уступаю съёмочной группе, прощаю всё. А тут я приезжаю не как актриса, а тут я приезжаю как мама. Первые, ночная смена, первые 8 часов я вела себя идеально. Я просто молчала, никуда не влезала, просто ходила, уходила. А вы остались, не перевезли Анку, а оставили? Я приехала на вот эту сложную смену, когда ночь, река. И дальше мой ребёнок, который уже 6 раз искупался в ледяной воде. Я на это так смотрю, думаю, ну просто надо потерпеть, просто сейчас не надо. И в какой-то момент их вывозят, то есть она с мальчиком, прекрасным артистом, Владом Коноплёвым, который, к сожалению, на примере на ММКФе не был, а я его очень ждала, чтобы сказать ему. Потому что он партнёр замечательный, потому что он ей помогал, они в такой хороший очень какой-то... И потому что у нас вообще не было проб вместе, никаких совместных. Да, прекрасный парень совершенно. Да, мы просто вот так как-то получилось. Так вот, Влад вот так вот гребёт на лодке. Они вдвоём, на этой лодке. Ни водолазов, никого. Река Свири, это судоходная река, я представляю, что там за глубина. Ночь. Саша Кузнецов, наш оператор, выставляет фонари с другого берега. Я понимаю, что это ну 40, ну 45. И вот они вот так плывут в центр Свири, я вот так стою. В мокрой одежде. Все холодно, жутко. Они взять с собой туда ничего не могут, не утепляют ничего. 40 минут. Прекрасный оператор Саша Кузнецов выставлял свет. Я первые 20 минут просто дышала. Последний, я потом подошла к нему и сказала, Саша, я сейчас позвоню мастеру. Его мастер Игорь Семёнович Клебанов. Я сказала, я сейчас позвоню мастеру. И я больше этого терпеть просто не могу. Давайте их возвращайте, согрейте, потом туда-обратно отправите. Но это, я думаю, вот просто родители, которые просто сошли бы с ума. Ты, Анка, изменила отношения, поняла по-другому, поняла маму. Да вообще нашу работу актёрскую. Ну, наверное, да. Я прошла всех мере адов. Фрагментарное появление на съёмочной площадке не в счёт. Для меня это были первые такие крупные съёмки. И вода, и пожар. Ну, короче, всё, всё, что нужно в кино, всё было. Вот, и поэтому, как бы, я, наверное, таком была восхищением, что я даже не замечала этой усталости, которая была. Все эти 19 смен мне так легко, как это давались. Я даже не уставала, наверное. Вот, поэтому, ну, я всё равно прочувствовала. Безусловно, это очень тяжело. Венеции завершился международный кинофестиваль. Его герои, премьеры и итоги. В сюжете Анны Сергеенко. Эта юбилейная Венеция уникальна. Во-первых, ей 90. Во-вторых, на её чествование действительно собрались лучшие из лучших. В-третьих, это первый киносмотр после начала пандемии, на который прибыло такое количество звёзд класса А, что их перечисление будет выглядеть бескомпромиссным неймдроппингом. Им и займёмся. Итак, Венеция 2022. От Тимоти Шаламе до Катрин Денёв. Я очень рада и горда быть здесь в этом году. У меня длительный роман с Венецией. Великая Катрин Денёв в царственном красном получила первый приз венецианского фестиваля на его открытии за вклад в кинематограф. 55 лет назад Денёв привозила сюда дневную красавицу Буниуэля. Была председателем жюри, гость ей премьер. И определённо чувствует себя как дома. Как и главная новая звезда, по которой буквально сходила с ума вся Венеция. Тимоти Шаламе. Это так круто, так здорово. Вся эта энергия. Я чувствую себя как дома. Что передать вашим фанатам, которые часами ждали вас? Спасибо, что вы здесь сегодня вечером. Будет что-то особенное. Так и случилось. Вечером давали новый фильм итальянца Луки Гуаданьино, автора нежнейшей мелодрамы «Зови меня своим именем». Эту картину она называется целиком и полностью. Вам тоже не удастся забыть. Но по другой причине. Тимоти Шаламе играет каннибала, который вместе с подругой колесит по Америке и охотится на людей. Я очень надеюсь, что этот фильм не будут ошибочно воспринимать как фильм ужасов, или кино про каннибалов, или кино, которое ставит целью вас шокировать, потому что оно больше всего этого. Человеческий опыт – вот главное. Главный подарок, который вы можете получить благодаря фильму – каждый человек, такой, какой он есть, достоин любви. Радикальное, экстремальное, пограничное, но в отдельные моменты, пожалуй, что и сентиментальное кино. Один из главных лауреатов смотра – жюри под председательством Джулианы Мур смело отдало Гуаданьино приз за режиссуру. У партнерши Шаламе Тейлор Рассел премия Марчелло Мастрояни, как лучшей юной актрисе. Еще один триумфатор смотра – ирландский режиссер и драматург Мартин Макдона. У двух его прежних работ – комедии «Залечь на дно в брюге» и драмы «Три билборда на границе Эббинга» Миссури – буквально культовый статус в России. Новый фильм под названием «Банши и Нишерина» о том, как может закончиться дружба, вряд ли будет столь же популярным. Но кино Макдона не станет от этого менее прекрасным. Дуэт Колина Фаррелла и Брэндана Глиссона тоже. У фильма приз за сценарий. И кубок Вольпи Колину Фарреллу за роль незадачливого простака. По большей части, я хотел собрать этих парней вместе, потому что мы славно провели время, снимая «Залечь на дно в брюге». И мы всегда хотели сделать вместе еще что-нибудь. Ну и сделать фильм в Ирландии, где так магически красиво. Снова быть вместе, как будто мы никогда-никогда не расставались. Для нас троих – это… Это было 14 лет назад. Просто кошмар. Когда я об этом думаю, то понимаю, что смерть. И если Колин Фаррелл беспечно уехал с фестиваля и не дождался награждения, то Кейт Бланшетт осталась и получила свою актерскую награду лично за фильм «Тар» режиссера Тодда Филда. Это двухчасовой бенефис актрисы в роли дирижера Берлинского оркестра, которая вначале произносит речь против культуры отмены, а в итоге оказывается в центре этического конфликта. Мне совсем не интересен вопрос конъюнктуры. Да, в фильме множество горячих тем, потому что фильм снят в наше время, и его смотрит современная аудитория. Большой тренд на феминизацию виден и в распределении главных призов. Золотой лев американской документалистки Лори Пойтрас за картину «Вся красота и кровопролитие» и приз жюри «Серебряный лев» француженке Элис Диоп за фильм «Сент-Амер». С нового ракурса на фестивале рассматривалась и личность главной женщины архетипа 20 века. В конкурсе Венеции показывали трехчасовую драму «Блондинка» о Мэрилин Монро, глубокой, сложной и несчастной. Кстати, продюсерский проект Брэда Питта с кубинкой Анны Де Армос в главной роли. Я могла думать только о ней, только о ней. Я мечтала только о ней, говорила. Она постоянно была рядом. Это было особенное чувство сниматься в доме, где она жила. Очень-очень сильное ощущение. Что-то витало в воздухе. И мне кажется, она одобряла то, что мы делали. В сверхнасыщенной программе Венецианского фестиваля нашлось место не просто выдающимся работам, но настоящим актерским подвигам. Лишние килограммы Адама Драйвера, набравшего вес для мрачной комедии Ноа Баумбаха «Белый шум» ничто по сравнению с колоссальным перевоплощением Брэндона Фрейзера для Кита Даррена Аронофски. Вес его героя – 270 килограммов. И хотя из Венеции фильм уехал без призов, в наградном сезоне мы наверняка о нем еще услышим. Мне пришлось учиться двигаться по-новому. Я развил мышцы, о которых не подозревал. Каждый день, когда я снимал с себя костюмы накладки, я чувствовал такое же голубокружение, как здесь, в Венеции, когда схожу с лодки на берег. Определенно, в Венеции оказалось недостаточно наград, чтобы отметить все интересные работы этого года. Был, безусловно, достоин актерского приза и Хью Джекман из драмы «Сын Флориана Зеллера». На пресс-конференции знаменитый австралиец признался, что после съемок стал по-другому общаться со своими детьми. Моя работа, как родители, в течение многих-многих лет заключалась в том, чтобы казаться сильным и непоколебимым. Я не хотел осложнять жизнь своим детям. Но после этого фильма я изменил подход. Теперь я не боюсь быть уязвимым перед детьми. Им 17 и 22. И я вижу их облегчение. Надеюсь, этот фильм поможет многим разговорам состояться. Без награды остался и Алекандро Гонсалес Иньяриту, и его автобиографическая основическая картина «Бордо», вызывающая в памяти 8,5 феллини. Однако была на этом фестивале награда, которую не могли не дать. Специальный приз жюри режиссеру Джафару Панахи. В июле иранские власти посадили его на 6 лет в тюрьму. Важнейший символический жест старейшего европейского кинофестиваля, который в этом году подарил миру с десяток отличных картин, что не так уж мало. Ну, мы все очень боялись. И как-то я, когда мама мне сказала, что я полечу в космос, я была уверена так, ну, какой космос? И вот в тот момент я подумала, это же безумие. Это же уже никогда в жизни не произойдет. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Юля Пересильт и ее дочь Анна. А, Юля, а вот получается, что вот сейчас вот совсем скоро, что ли, да? Год с момента полета, да? Да, 5 октября будет. И это все-таки совпало с твоим съемочным периодом, мамина подготовительная работа к этому уникальному проекту. Расскажи про этот период. Ну, мы все очень боялись. И как-то я, когда мама мне сказала, что я полечу в космос, я была уверена так. Ну, какой космос? Там спина будет что-то, что-то не то. Я была уверена в этом со своей бабой. Ну, подожди, тогда сразу же спрошу. Но мама спрашивала вашего разрешения, одобрения, и что вы думаете, или вам выдали решение? Нам просто уже выдали решение. Я говорю, мам, а если бы я? А можно я тебя прерву? А если бы дети сказали нет? Вот ты рассматривала такой вариант? Нет. Ну, это было невозможно. Другой вопрос, что я уже была в самом, в таком адреналиновом шоке, когда я поняла, что я начинаю проходить. Ну, подожди, пожалуйста, мы сейчас вернемся к этому. Так, ты не могла представить? Да, ну, я как-то не могла это даже представить. Еще это все было в Грузии, с Хинкали, с Хачапури, как-то все было так хорошо. Вот, и вдруг космос. Я думаю, ну, все. Я уже там, понятно, что когда были еще съемки, и когда ты знаешь, что вот у тебя чуть-чуть времени, чтобы быть человеком, потому что до космоса, ну, она там приходила, уходила в 7 утра, приезжала в 8 вечера, и то она делала большой подвиг, потому что можно было просто оставаться в звездном городке. Но она этого не делала, она приезжала. И, ну, то есть, когда были съемки, ты понимаешь, что я понимала, что целый месяц мы вообще не будем видеться. И ты думаешь перед этим, ну, как, ну, вот уже полет, и ты практически вообще не виделся. Но это, безусловно, было трудно, но мы все равно созванивались. Я знаю, что вы, Юля, записали письмо детям или поддельности, девочкам. У меня была вся квартира, на самом деле, заложена разными такими, как сказать, в моих шкафах лежали разные штуки, там, ключи от ячейки, где документы, подробные, ну, подробное такое, как бы, расписание на случай, если. И в том числе были спрятаны письма. Знал только мой директор, моя Наташа знала. И то я ей сказала накануне, перед стартом. Я ей сказала, Наташа, если что, я тебя не пугала, чтобы ты долго нашла. Наташа, вот там письма, там ключи от ячейки, тут документы, тут это, тут это. Там все написано в письмах очень подробно, куда, что, как, кому позвонить, кто поможет, кто что, кто что. И Наташа сказала, я так спустилась на Байконуре внизу, взяла бутылку коньяка и просто выпила ее целиком. После того, что ты скапываешь. Ну, как бы это было неожиданно, я никому про это не говорю, чтобы их не пугать, на самом деле. Ну, подождите, Юля. Они не читали письма? Да, вот. Они прочтут их, как думаете? Ну, когда ты их нам дашь. Что-что скажи, Анка. Ну, я бы очень хотела их прочитать, мне интересно, да. Это, ну, вообще все эти эмоции перед стартом, это было, конечно, очень страшно. Я не знаю, просто сколько чипсов я в себя закинула перед этим стартом. Это было, конечно, нервно. Еще потом она мне скинула пятиминутное видео, где она там нам говорит пока-пока, все такое. Ну, просто как бы, что вот я уже готовлюсь, там маски делаю, все. Ну, это, конечно, было страшно. Я говорю, так, мы не прощаемся, мы еще увидимся. К тому же была вот эта встреча, она была за стеклом. Ох. И это тоже так, ну, как-то вот... Да очень я это понимаю. Да, это напрягает. Юль, не могу вас не спросить. Про Клима Шипенко, про режиссера вашего, понятно мне. И он это озвучивал, ну, и я это понимаю. Есть мечта снять кино в космосе, он шел к этому. Ну, вот так получилось. Как вы для себя и для детей объяснили, вы зачем туда полетели? Ну, во-первых, у меня, правда, не было такой мечты, ну, как будто бы я даже неоткуда была взяться. У меня, я не думала, что это реально просто, что это вообще что-то... И в первый раз, когда я услышала объявление по телевизору, я отправила эту заявку, думая, ну, что, скорее всего, это какой-то шок. Знаете, знаешь, чего я больше всего боялась, на самом деле? Больше всего на свете я боялась, что я подойду к ракете, вот пережив все вот это, и вдруг оттуда выходит какая-то съемочная группа, говорит, здравствуйте, это программа Роскарш. Я вот просто... Я клянусь, даже об этом не мог, я подумал. Я боялась до самой секунды. Вот у меня там во всех дневниках, которые я вела, я писала только, господи, сделай так, чтобы это не был развод, чтобы это было все по-настоящему, иначе вообще непонятно, ну, зачем такие траты душевные. Я и думала, ну, какая-то дурка, ну, все это дурка какая-то. Я позвонила, действительно узнала просто, это правда или нет. Мне сказали, это правда. Я отправила письмо... Убедившись, что это реальный хвост. Ну, Татьяна, про меня забыли и даже не включили в список артисток, которые пошли проходить отбор. То есть был отдельный, огромный отбор из трех тысяч претенденток и отдельный для актрис, для кого-то. Вот-вот курбы. Я не вошла даже в этот список. Честно скажу, меня это задело. И я подумала, а почему даже... Ну, я понимаю, я там двоих детей родила, наверное, у меня здоровье уже не то и все прочее. Ну, дайте хотя бы шанс. Дайте шанс пройти. Профессиональный. Профессиональный, но самое главное, это еще какое-то дело принципа, знаете, когда тебя не пригласили. Почему меня сбрасывают со счетом. Актерский. Да. И надо сказать, что... Ну, поскольку я Клима, правда, очень сильно люблю и считаю его своим абсолютно космическим братом. И после всего того, что мы пережили, наши семьи в том числе, он мне совершенно близкий родной человек, поэтому имею право сказать. И мой первый... Я первый раз в жизни отменила съемочный день для того, чтобы встретиться с экипажем Новицкого. Отменила съемочный день у Бори Хлебникова. Плакала всю ночь. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Я представляю. Никогда. И вдруг мне говорят, вы знаете, завтра с экипажем пойдут встречаться другие актрисы. Я позвонила Климу и сказала, Клим, вы вообще не планируете меня. Он сказал, да я не знаю. Ну, Клим, ну теперь я понимаю все. Теперь мы знакомы. Ой, я не знаю. Это еще непонятно вообще. Я думаю, ну как же так? Ну почему? Почему так обидно? И дальше я вдруг начала читать про космос, смотреть все вот эти видео бесконечные. Я правда не была этим увлечена. И вдруг я начала это все смотреть. Астронавтов, космонавтов, гагонавтов. И вот в тот момент я подумала, это же безумие. Это же уже никогда в жизни не произойдет. Вот этот риск, он не просто так. И это и про кино, безусловно, но и не только. Вообще просто осознать то, что ты можешь увидеть нашу планету, то, что ты сможешь испытать на себе это все, когда я это посмотрела. Я вдруг подумала, может быть, я даже азартный человек, хотя я себя таковым не считаю. У меня просто разгорелось какое-то такое желание бесконечное. Мне кажется, я все вот эти испытания прошла на каких-то морально-волевых. Знаете, когда включается какой-то режим, ты думаешь, не-не, вот туда я точно хочу. На прошлой неделе в эфире канала СТС стартовал сериал «Классная Катя». По этому случаю героем рубрики «За кадрова» становится звезда этого проекта молодой актер Михаил Кремер. Смотрим. Миша, привет! Рад тебя видеть! Привет, привет! Ну, поздравляю тебя с премьерой сериала «Классная Катя» на канале СТС. А, спасибо, спасибо. Ну, расскажи, о чем сериал? Сериал про школу, про отношения родителей к своим детям. А кто твой-то герой в «Классной Кате»? Прямо внутри я играю водителя мэра. О! Семен, давай. Федор Павлович, вы извините, ради бога, просто тут написали, что вы уволены. Я вас люблю и уважаю, но я-то на зарплате у мэрии. А песочком дойдем? Вот и посмотрим, какой ты водила, а? Что скажешь? Легко. Ну, у тебя категория И, Б и С. Зачем тебе машины больше трех с половиной тонн? И, Б и С, да. Ну, почему? Категории лишние не бывают, вдруг пригодится. Я мотоцикл, например, возил на своем грузовике. Не на своем, на арендованном. А А у меня нет, потому что я и так все умею. Много спортсменов в Формуле-1 вообще прав не имею. Здравствуйте. Ну, ты чемпион России по спидвэю. Да, чемпион России по спидвэю. В 2008 году мы отчаянно боролись за это призовое место и победили. Ну, тогда тебя не боязно отпускать. Миша, какой это твой самый нелюбимый вид транспорта? Это скейтборд. Да, я потому что, ну, я на нем не умею кататься абсолютно. Я всегда кувыркаюсь. А вот здесь, видишь, я могу разговаривать с тобой и управлять автомобилем в заносе. Да. В чем ты классный? В спонтанности, наверное, в своей. Скажи, а в чем ты совсем не классный? Честно, честно. Ну, нет, есть, конечно, такие моменты. Но это такие личные, наверное, скорее. Я не классный. В отношениях. Ну, я чересчур эгоистичен, понимаешь? У меня такие есть табу, вот, если у меня идут съемки, мне надо быть всегда, побыть одному. Ты учился в мореходке, правильно? Так. Чем профессия актера похожа, ну, на профессию моряка? Одно сходство – это каторга, труд каторжный. Потому что первый мой рейс был на Рыболовецком. Вот сейчас мы вот докрутим хотелось. Ох, классно. На Рыболовецком траулере. Шесть часов работаешь, шесть отдыхаешь. На протяжении полугода ты не видишь берега вообще. Крыл. Ну, физически, эмоционально, и вот это сходство есть все-таки. Что в актерстве ты тоже физически, эмоционально истощен после каких-то жестких, тяжелых сцен. Все-таки основная тема сериала – это отцы и дети, точнее, отец и дочь. Так. В детстве, скажем так, ты был не очень послушным пареньком. Вот какой метод воспитания у тебя твоего собственного сына? Я даю практически максимум свободы своему сыну, максимум выбора, чтобы он делал его сам. Вот. Не ограничиваю его. Ну, нет, в каких-то опасных моментах и таких познавательных для него, то есть где-то надо научить что-то, я ему объясню, расскажу. Но я ему даю свободу выбора, чтобы он не зависел и не зависел от мнения, там, чужих. Конечно, важное мнение родителей, но думать он сам должен привыкать. Ну, класс! Классный катя играет Даня Милокин. Да. И вот как он? Ну, в смысле, ты его слушаешь же? Даня? Я слушаю как человека. Как исполнитель. Ну, а музыку, к сожалению, нет, она мне не близка. А так, Данька классный. Классный вообще, вот, я даже не ожидал, что он такой вот классный даже и с перебором. Ну, так, слушай, кого бы ты все-таки хотел сыграть, а тебе до сих пор не предложили? Вань, я всю жизнь за рулем, за мотоциклом, за машиной. Ну, конечно, я бы хотел сыграть гонщика, какого-нибудь отчаянного, безумного гонщика. Все, беспечный ездок приквел. Скоро будет, у меня легкая рука. Я как бы изначально понимала, что если это все случится, то, безусловно, будет много хейта. Было очень много хейта даже в сторону меня, там, в плане того, что как твоя мама, да как она смеет так врать нагло. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Юля Пересильд и ее дочь Анка. Анка, а что говорили твои друзья, окружение? Ну, вот кто был близкий мне, люди, они меня поддержали и во время старта звонили, спрашивали, как все. А люди, которые, скажем так, не верили и, наверное, завидовали всему происходящему, конечно же, говорили, что это все неправда. И, к сожалению, таких людей было больше, чем которые верили в это. А вот ты же анкоактивная в соцсетях, да? Да. И вот что ты как-то оцениваешь? Так сказать, хейтеров было больше, меньше? Было больше. Вообще, как ты оценишь это вот все пространство в комментариях? Ну, я как бы изначально понимала, что если это все случится, то, безусловно, будет много хейта. Скажем так, наверное, в наше время сейчас это нормально, потому что очень много людей, которые завидуют. Было очень много хейта даже в сторону меня, там, в плане того, что как твоя мама, да как она смеет так врать нагло. Ну, было, но, знаете, когда ты сам знаешь, что это все правда, честно, я старалась на это просто не обращать внимания. А вот, Юль, у меня к вам вопрос. А вы контролируете сети анки, наведения, интонацию? Ну, вообще, как-то сопровождаете? На самом деле, изначально у нас... Фотографии? Ну, редактируете, наверное, вот так. Нет, сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Хотя, когда мы начинали, у нас было такое условие, что если ты хочешь иметь социальные сети, пиши тексты. Да. То есть, тогда это... Сама пиши тексты. Тогда еще она была совсем, в общем, ребенком, да. Ну, у всех в классе уже были соцсети, у нее еще не было. Я говорю, тогда у меня просьба только одна. Пиши тексты. Сначала с орфографическими ошибками. Не только фотографии имеете в виду, да? Да, не только фотографии. В общем, это такие же сочинения. Еще умение формулировать свою мысль. Вот сегодня, сейчас я современный человек. Вот я что-то... Я ей, в общем, доверяю очень сильно. И она... Я понимаю, что она очень взрослая девочка. В чем-то даже наверняка мудрее меня и современнее меня. А в чем? Ну, мне присылают там самопробы записать. Неделю я хожу от зеркала к зеркалу. Ну, я сегодня какая-то подотекшая. Нет, нет, сегодня не пойдет. Значит, я долго, и потом я сдаюсь, пишу Наташу и говорю, Наташа, все, нет, никаких самопроб, я не буду, не могу. Вот несколько раз пробую. И вот в чем наша разница. Они присылают... Запишите самопробы, я ей скидываю, через 15 минут я слышу. Я говорю, так ты бы хотя бы меня позвала, я бы тебе текст за второго партнера. Она говорит, а я просто пропускаю, реплику говорю и как бы пережидаю, я ее помню. Вот в этом наша разница. Они более легкие, более подвижные. И у них как-то это все нету... На самом деле нету огромного количества ограничений и комплексов, которых... Общаясь с ней, я понимаю, сколько у меня их. Ограничений и комплексов. Вернемся к истории. Анка, когда появилась? И почему? Потому что у меня мама с самого детства... Анка, 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 Анка. Ну и я как-то так... Мне так понравилось. Нет, все просто. Мы все время... Она была очень хулиганистая, поэтому она была Анка-хулиганка на самом деле. Поскольку человек все время что-то... Она все время билась в детстве. У нее было... Она... Особенно, когда один раз меня на съемочную площадку привезли, знаете, как в фильме про войну. Вот в такой шапочке. У нее вот так шрам во весь вот так лопну, потому что она вбежала в угол дома. После этого едет ребенок вот с такой вот шапкой вот в этой вот... И с чупа-чупсом довольный, счастливый. Все хорошо, все зашили. После этого как-то Анка, Анка, Анка-хулиганка. А скажи мне тогда, как к тебе в школе относятся? Ой, ну я к этому отношусь прекрасно, потому что они все... Кто-то смеется, смеется с хорошим, как бы. И это приятно. Кто-то очень хвалит. Кто-то говорит, что это плохо, что это неинтересно. Но, знаете, это очень правильная пословица. Сколько людей, столько и мнений. Ну это правда так. Кому-то понравится то, что я написала, кому-то нет. Ну, вот так бывает. Ну а теперь рубрика «Карцевый». И сегодня он разберет на детали фильм-участник основного конкурса Каннского фестиваля этого года. Это брат и сестра французского режиссера Арно Деплешена. У Никиты, как обычно, 150 секунд. И время пошло. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет. Нас сегодня ждет долгий и печальный фильм о взаимоотношениях внутри одной семьи. Снял его режиссер Арно Деплешен. Называется он «Брат и сестра». За таким простым и бесхитростным названием скрывается очень уж сильно переплетенная семейная драма. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что я оказалась полностью во власти ненависти. Моя сестра не разговаривает со мной. Когда она меня видит, она в ужасе убегает. В центре сюжета, как можно догадаться, брат и сестра. И суть их конфликта заключается в том, что они уже 20 лет как ненавидят друг друга. Причины этой ненависти довольно туманны, зато ее последствия вполне себе очевидны. Дело доходит до того, что они буквально не разговаривают и не видятся друг с другом годами. И эту ситуацию вряд ли может изменить даже тот печальный факт, что их пожилые родители только что попали в серьезную аварию. Главное, чтобы ты поправился. И мама пришла в себя. Я не хочу умереть, оставив тебя в тюрьме. Ты окружена стенами. Надо сказать, что оба, и братец, и сестра, люди творческие. Наверное, в этом тоже содержится какое-то небольшое объяснение их вспыльчивого характера. Один занимается литературным творчеством. Он пишет в том числе мемуары. И в этих мемуарах частенько упоминает жизнь своей сестры. Тем более, так уж совпало, она очень известная актриса. Играет эту известную актрису действительно знаменитость. Это Марион Катерьяр. Ей не впервой изображать на экране что-то очень страдающее, что-то очень глубоко рефлексирующее. Так как в сюжете отсутствуют какие-то простые объяснения происходящего, нам приходится следить за психофизикой героя в кадре. А они, в свою очередь, ее дают нам сполна. Они здесь кричат, рыдают, бьют посуду. В общем, как будто мы смотрим мексиканский сериал, а не тонкую французскую семейную драму. Почему ты не решил проблему? Какую проблему? Своей старшей сестрой. Останови ее ненависть. Самое странное, что на этом фоне вроде бы теряется исходный конфликт. Ведь наши герои вот-вот потеряют своих родителей. Об этом мало кто вспоминает, об этом мало кто думает. Герои попеременно предстают перед нами один другого злее, эгоистичнее, болезненнее. Они не обращают внимания на страдания всех вокруг. Настолько они укоренены в собственных страданиях. В общем, фильм снят одним страдающим интеллигентом, про двух других страдающих интеллигентов. Видимо, для того, чтобы это посмотрели все остальные страдающие интеллигенты. Мне лично во время просмотра хотелось куда больше сочувствовать остальным зрителям этой бесконечной ссоры брата и сестры. Этих выяснений отношений, кто из них больше страдалец на этой земле. Короче, как было в совсем другом фильме по совсем другому поводу. Смотришь этот фильм и понимаешь, как жалко людей. Особенно всех. Юль, вот сейчас в гримерке вашей, в гримерной комнате, спит Маша. Которая приехала, чтобы вас видеть. С вами отфотографирую. То она спит. Похожи они, разные. Полные противоположности. Абсолютно. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Юля Пересильд и ее дочь Анка. Анка, гонорар был у тебя на съемках? Был. Но я к нему отношусь... Нет, отвечайте на вопрос. Был ли гонорар? Как вы относитесь к фильму «Тибра»? «20 дней. Ледяная вода». Гонорар. Был. На что потратила? Так вышло, что у моих прекрасных родственников три дня рождения подряд. Ага. И... Ну, это же прекрасно. Это прекрасно. Я очень люблю дарить подарки. Я даже, наверное, больше люблю дарить подарки, чем их получать. И мне это доставляло... Легко придумываешь, кому что подарить? Нет. Это для меня огромная задача, потому что, ну вот, маме, ну, которой, я не знаю, ну вот, есть... Ну, как бы, то есть, все, что есть, все. И что ей подарить, это всегда какой-то очень сложный вопрос. Про папу я вообще там молчу. Там вообще, чтобы выбрать подарок, это нужно готовиться за месяц. Как я это и сделала. Но это обычно... Ну, ты внимательная. Ну, да. У меня получается наблюдать что-то, кто что делал, кто что ел, кто что говорил про что-то, что хочет. И я всегда, честно говоря, готовлюсь с этим за месяц. Чтобы точно понравилось. Поэтому для меня это ответственное такое дело. И это было очень сложно. Особенно в год, когда мама летела в космос, я понимала, что и в принципе очень сложно удивить сейчас. Очень. Ну, получилось... Юля, а вы согласны, что... Что у меня все есть? Да. Но я, честно говоря, ну, просто не очень прихотливый человек. И, честно говоря, я к подаркам отношусь... Мне всегда приятно, что они что-то придумывают для меня. Но я так спокойно ко всем подаркам отношусь. И сама, к сожалению, очень часто подарки покупаю день в день человеку, когда куда-то бегу. И не потому что... Я просто к этому отношусь чуть... Ну, я не знаю, чуть проще, что ли. Мне кажется, всегда важнее прибежать к человеку, чем не приехать, если у тебя нет подарка. Понимаете? У меня немножко... Вот я в последний момент это все... Мне кажется, главное, что я подбегу к человеку, обниму его, поцелую. Это будет важно. Ну, Аня в этом смысле, она меня тоже организует. Она все время заранее все это делает. Юль, вот сейчас в гримерке вашей, в гримерной комнате, спит Маша. Да? Которая приехала, чтобы вас видеть. С вами сфотографировать. Она спит. Мы ее подпустили. Похожи они? Разные? Полные противоположные. Абсолютно. Солнце и луна, или, я не знаю, там, вода, земля. Ну, в общем, это полные противоположности. И ты тоже сразу же такая, да, полные. Подтвердив. Я это прям чувствую, вижу. Она... Она прям огонь, наверное, скажем так. Она огонь, но все время такая вот... Она боевая прям. Вот она в абсолютной противоположности. Да, она как-то со всеми может договориться. И очень часто мне даже в этом помогает, в том числе, что она как-то что-то говорит. Маша, у нее настолько парадоксальное мышление, что даже если... Маши 9 сейчас. Маши 9. У нее такое парадоксальное мышление, что если даже нам кажется, что мы просчитали, что она сейчас скажет и придумает, она обязательно... А пример можете какой-то рассказать? Ну, я не знаю, но, например, вот с тем же котом, вы понимаете. Мы поехали на отдых, так трудно туда летели. Но было принципиально, потому что дети там выросли на Крите. Вот мы хотели туда приехать еще разок, точно. Добрались. Добрались. И поезжай, отдыхай, все хорошо. Мы вышли на 5 минут. Сидит вот такое вот какое-то существо непонятное. И Маша. И она говорит, мы же его домой увезем. Как? Маква. Нет. Ты придумай, как? Ты что не можешь придумать, как? Мне. Ну, вот все. И вот он полетел. Конечно. И вот он прилетел с нами. Или, например, у Маши очень какие-то взрослые шутки. Я не все могу, не все, к сожалению, могу озвучить. Но иногда она так шутит, как будто у меня такое ощущение, что ты вдруг с каким-то пожилым дедушкой поговорил. Знаете, так иногда бывают пожилые дедушки, так шутят. У нее такой юмор острый. Какой-то лайт вариант. Нет, нет, не переведете. Какой-то немножечко... Ой, ну там часто бывает такое крепкое словцо, поэтому я даже не знаю, что привести в пример. Но шутит она отменно. Ну, в следующий раз. В следующий раз. Мы же точно поговорим еще про детей. Слушайте, я вам желаю удачи. Я поздравляю с премьерой. Мы желаем хорошего проката. Или вообще любого, чтобы кино дошло до зрителя в сегодняшнее время. Наслаждение за вами. Просто наблюдать, на вас смотреть. Спасибо вам огромное. Спасибо, что позвали. Я думаю, для Ани это сегодня, ну, такое тоже немножко испытание. Она волновалась. Ну, класс. Спасибо. Спасибо, Маграм. Спасибо. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok